Здравствуйте, ребята! Сегодня я хочу поговорить с вами насчет мощности сети, потому что очень много вопросов, комментариев пишут, даже не вопросов, а люди пишут в комментариях то, что вот он скрывает все о мощности сети и так далее. Я ничего не скрываю, вы сами это можете посмотреть и сами в этом убедиться. Да, поговорим о мощности. Например, в декабре прошлого года, два месяца назад, мощность сети на эфире была в порядке до 120 терахэш, по сайту Тумайн, если судить. На сегодняшний день она у нас составляет 195 терахэша, за два месяца у нас увеличилась почти что в два раза мощность на эфире. И при этом часть из них, я уверен, что перешла из других разных монеток на эфир, потому что его стало профитнее майнить, он подскочил до 1000 долларов, и только из-за этого туда перешли очень много людей, что там было очень профитно. И вот так вот, и когда вы там получали на эфире где-то, ну скажем, 0,1 эфир в день, приблизительно говорю, то сегодня вы уже получаете вместо этого 0,7 или 0,8 эфиров в день. Где-то вот в такой разнице. Но при этом у вас и профит вырос, да, от этого всего. Потому что три месяца назад, сколько я получал, столько я получаю, например, и сегодня же, да, если взять те же самые карты и те же самые мощности. Вот это большая разница. Ну, конечно, эфира я получаю уже меньше, но ничего. Что еще можно сказать? Все говорят, что сейчас мощность сети еще больше поднимется, и потом вообще профит упадет, и он будет вообще минимальный. Ну, что можно сказать? Как мощность сети поднимается, так же и цена на крипту тоже возрастает. И как только возрастает цена на крипту, то и у нас, само собой, прибыль получается. Да, мы, может быть, будем получать меньше эфира и так далее, но денежку, да, мы будем получать все ту же. И это тоже нормально, да, ребята, потому что очень много людей хотят войти в майнинг еще. Вот даже вы, мои подписчики, да, вы тоже все хотите зайти в майнинг, спрашивайте у меня вопросы и так далее, да. Но сейчас смотрите, вас это не должно отпугивать, потому что, как бы так сказать, у вас все равно будет прибыль от этого всего, да. Ну, да, будете чуть меньше зарабатывать, чуть больше. А если там подскочит до 3000 эфир, да, то вообще видеокарту сейчас не сыскать будет, да, там, ну, ни одной видеокарты вы не найдете потом уже. Сейчас, когда начинает падать курс эфира, если вы зарабатывали там 100 долларов в день, то на данный момент вы будете зарабатывать где-то 70 долларов в день, ну, или 60 долларов в день. Это все взаимосвязано, да, там, потом будет, например, еще курс эфира подскачет, вы опять будете зарабатывать свою соточку в день. Ну, эфира будет с каждым днем все меньше и меньше зарабатывать, но при этом выходят новые видеокарты. Вы же не всегда, вы же, когда покупаете видеокарту, вы же не рассчитываете на ней майнить всю жизнь, да. Вы должны осознавать то, что, когда вы ее покупаете, через год, максимум полтора, вы эту карту должны будете поменять на что-то более лучшее, если будет вариант. Если не будет, да, продолжим на ней майнить, да. И так все время обновляться и обновляться, потому что майнинг, это не такое дело, что вот вы купили там один риг, поставили его, и все, это на всю жизнь. Такого не будет, ребята, я вам сразу же говорю. Надо будет обновлять ваши мощности. Каждый раз, да, у вас есть там копеечка, что-то на скейреблосе добавили еще мощность, еще, еще, еще. И вот так прогрессировать вверх все время. Все время больше мощностей, все время гнаться за этим, за всем, да. Вот это будет, ну, вот, такая вещь. Например, вот каждый, например, в месяц вы зарабатываете тысячу баксов, выделите из этой тысячи, да, там, хотя бы половину на новое оборудование, да. И вы будете зарабатывать каждый месяц чуть-чуть больше, чем это. Если вы выделите всю тысячу баксов, то тогда вы еще больше будете зарабатывать. Это все зависит именно от вас. Вы должны это все сами понимать, ребята, что мощность всегда будет увеличиваться на всех монетках. Даже вот маленькие монетки, когда мы майним, да, она сначала мощность малюсенькая, да, там, и вы можете зарабатывать очень хорошо, много монеток себе намайнит. А потом, если туда придут люди, да, то и мощность тоже там падает, и вы уже меньше зарабатываете. Вот это весь смысл этой сети, да. И я никогда ни от кого не прячу, что там мощность растет и так далее, да. Вы сами это можете посмотреть на сайте, везде, да. Это все понимают, я думаю. Так что, ребята, вот мой совет. Если вы начинаете майнить или входите только в майнить, да, знайте, что оборудование надо будет вам менять через какое-то время. Это будет год, это будет два года или что-то в том роде. Это зависит от карточки. Если вы входите в бюджетный майнинг, да, сделайте так, например, окупаемость у этого вашего бюджетного майнинга 6 месяцев. 6 месяцев вы себя окупили, потом эти денежки делаем в оборот, еще проработаем на этих картах, ну, еще 6 месяцев. Если что-то попадается в этот момент хорошенькое, покупаем, этим можно продать. И все лучше покупаем и покупаем. Чем больше у нас мощности будет, тем больше у нас профита будет. И если взять, то, например, если мы будем оставляться на одних и тех же мощностях и ничего не добавлять, то в конце концов, да, это все сведется к нулю и вы больше уже ничего не сможете зарабатывать. Но поэтому и надо откладывать какую-то копеечку на это все и покупать на эту копеечку, закупаться новым оборудованием. И чем больше вы его будете покупать, тем более профитное это будет у вас. Курсы скачут туда-сюда, вверх-вниз, но это нас не должно волновать, потому что сейчас упал эфир, да, через месяц он поднялся, опять упал, опять поднялся. Это будет всегда, ребята. Да, вот, например, эфир стоил там в начале 2017-го, он вообще там, ну, сколько стоил, до 100 долларов стоил, даже не стоил столько. А сейчас он уже 1000 стоит, да, летом он стоил сколько, в сентябре он где-то стоил долларов 200-300, если я не ошибаюсь. Сейчас 1000, ну не 1800 долларов, был 1000, а стал 800, да. Ну да, есть такое, но все-таки сейчас профита чуть-чуть поменьше у нас, но скоро эфир вырастет, профита будет больше. Сохраним мы этот эфир, не продадим, то выиграем денежки. Продадим сейчас, продавайте, ну, не полностью, хотя бы половину оставляйте себе, чтобы потом эту отбить бы, хотя бы какую-то часть денежки. Да, мощность сети, она растет, и ничего с этим не сделано. На этом все, ребята, если вас еще что-то интересует насчет мощности сети, пишите в комментариях, я вам буду отвечать. Если вам понравилось мое видео, ставим лайки, подписываемся на канал, и все, ребята. Да, еще что я хочу вам сказать. Ребята, меня зовут Леван, и если вы там пишите, например, какие-то цены, пишите их в долларах, пожалуйста, потому что я не знаю курса рубля. Да, некоторые из вас сейчас скажут, о, давай, а ты что там не можешь воспользоваться калькулятором? Воспользуйтесь им, большая проблема, воспользоваться калькулятором, написать сразу же. Я думаю, нет. На этом все, ребят, пока.